Вот мы с супругой начали читать, ну, с начала Библии, она у меня только подходит. И вот вопрос такой, мы читаем в начале толкования бытия, и там иногда не возникают вопросов, они, может быть, и нужны, но она говорит, я верю так на слово. То есть я читаю и понимаю, верю, мне толковать ничего не надо. А какие-то вопросы у меня возникают, она там спрашивает, можно так, или нужно все полностью толкование читать и разбирать, прям сидеть? Хороши оба варианта. Принял. Спасибо, Христос. Да. По мере духовного роста вы будете обращаться кто к первому, кто к второму варианту? Ну, просто, да, сложно очень, ну, вот читаешь даже там словарного запаса, не хватает, чтобы понять. Я думаю, я буду читать, а если ей тяжело, то я думаю, я буду сам ей читать. И что останется в уме, то и... Тяжело читать, мамосы, то зайдите в Google и зарядите аудио Библии. Там моим голосом насчитана вся Библия с неканоническими книгами. Кроме этого, и с толкованием насчитана отдельно. Это прямо на... Прямо найдёте в Google. Прямо в Google? На сайте в Google? Да, зарядите, скажите, там, напишите аудио, Библия. Ну, и мою фамилию поставьте Лапкин, и он вам сразу выйдет. Так что вы можете сидеть, слушать, и глаза уже не портить. Нет, читать мы можем, просто не всё понятно. Ну, бывает иногда одно интонация. Я однажды читал, у меня помощник был. И он утром приходит, я гляжу, он такой расстроенный прямо. Я, говорит, слушал, как насчитали. Я, говорит, первый раз плакал. Я ничего не добавлял, ни одного слова. Я, говорит, считал и не понимал. А услышал, где вы делаете ударение, интонации. Говорит, теперь я дошёл до этого, видите как. А когда человек ещё, бывает, стоит на кафедре, да, толкование даёт, тогда вовсе понятно. Так, я извиняюсь, как в гугле вбить Библия, Игнатия Лапкина? Да, аудио, Библия, Игнатия Лапкина. Ну-ка, попробуйте. Начитка. Начитка. Сразу? Библия. Аудио, Библия. Да, там будет, где ставить слова. Напишите. Аудио, Библия. На вашем сайте? Нет, прям в гугле, в мировой сети. А, есть, да. Вот Александр Бондаренко, Игнатий Лапкин. Отлично. Да. Я считаю, с неканоническими книгами, это считают, когда бывает музыку напускают, у нас ничего этого нету, никакого отвлечения. Кроме того, там же в гугле вы найдете, мной начитано 12 томов Иоанна Златоуста, больше нигде нет этого. Полностью 12 томов, полностью 12 томов, полностью 12 томов Жития Святых, полностью 5 томов Добротолюбия, полностью 4 книги Григория Зищенко. Каждая книга, кажется, по 800 страниц. Вот это сокровище. Спасти Христос Игнатий. Да. Почти 50 томов там. Хотите, там архипелагу лак найдете. В моей начитке. На людей не угодишь. Один говорит, я слушал, говорит, разное. А вот стал слушать Лапкина, говорит, явно видно, что это считает зэк. А другой говорит, он на дуряне делает неправильно, его к стенке поставить надо. Расстрелять его мало. Надо архипелагу лак отцу моему. Он со мной тут спорил. И он поначалу, когда я про вас рассказывал, он говорит, а я смотрел. А я его, не принимаю я его Лапкина. Я говорю, а что, почему? А он про архипелагу лак плохо отзывался. А я говорю, а ты читал архипелагу лак? Он говорит, нет. Вот и все, разговоры окончат. Он даже не знает, что про что. А я его прошел. Он мне на спине расписался. А теперь, Игнат Тихонович, он вас смотрит каждый день. И изучает ролики все, представляете. И бороду пустил. И это потихоньку. Вы ему скиньте, вот я, который вам сейчас скину, и вы ему скиньте мои ресурсы. Я очень хочу, чтобы он с вами связался. Хорошо, пускай заходит и сошрется на вас. Да, работаю над этим. Я скину сейчас вам ресурсы эти. Все, отхожу. Спаси Христос. С Богом.